ну что ж ребят всем привет последняя посылка на сегодня и это планшет я это вижу во первых по размеру во вторых по трек номеру я проверил и в третьих я очень ждал это устройство именно поэтому я конечно же знаю что там находится сразу скажу что ссылочку на покупку этого планшета я укажу в описании к видео если вам интересно переходим смотрим если нравится цена покупаем отдельно будет обзор этого планшета поэтому не спешите уходить с канала подпишитесь и вы его точно не пропустите давайте аккуратненько вскроем так чтобы не повредить коробочку потому что данный планшет конечно же как всегда практически как все устройства которые мне приходят заказывался не для себя не для личного использования поэтому будем аккуратны в том как мы вскрываем упаковку для того чтобы конечный пользователь не сильно буянил так на краях очень плотно так они заклеили очень прочно что же самое время вытаскивать очень очень плотно запакован ничего себе так здесь у нас больше ничего нет ничего себе сколько пупырки здесь пупырки наверно тонна вы посмотрите обалдеть и еще еще в продвес положил картонку это просто немыслимо такое первый раз у меня так ну что ж текласт текласт моделька у нас x10 3g то есть это у нас модель с модулем 3g это радует так посмотрим он у нас скрывался или нет да он у нас скрывался с обоих сторон ну что ж будем надеяться что вскрывался не для того чтобы что-то там по устанавливать а для того чтобы протестировать сразу покажу характеристики у нас здесь установлен процессор mdk mt 8392 каждое ядро работы на частоте 14 гигагерца здесь внутри установлен gsm модуль то есть есть возможность звонить по данному планшету установлен видео ускорителем или 450 установлен свежий android и размер экрана 10 и 1 дюйма разрешения при этом у нас hd 1 гигабайт у нас оператив очки и 16 гигабайт встроенной памяти поддерживает симки otg и карты памяти до 128 гигабайт bluetooth 4.0 gps вайфай и вайдай поддерживает ну и конечно же все предустановлены приложения для skype и для просмотра видео и документов упаковочка в принципе приятная планшет насколько я знаю только недавно появился в продаже поэтому конечно мне было интересно что он себя представляет так здесь как всегда по лучшим традициям текла здесь у нас мягкая штуковина которая защищает планшет от сильных ударов скорее всего планшет вскрывался для того чтобы его перевернуть экраном вниз потому что насколько я знаю всегда планшеты поставляются экранами вверх там здесь какие-то косяки но это пленка транспортировочно поэтому она ведь и наклеена с такими небольшими косяками это все ерунда так давайте мы его пока включим и пока он будет включаться мы посмотрим комплект поставки здесь продавец положил еще один переходник для того чтобы можно было с обычной вилки китайской подключать европейские розетки давайте сразу посмотрим насколько у нас блок питания здесь 5 вольт два с половиной ампера то есть должен заряжать достаточно быстро данное устройство давайте посмотрим кабелек о приятный такой мягкий кабель это радует так идем дальше здесь у нас что еще находится здесь находится кабель вот такой вот для скорее всего скорее а у него зарядка идет отдельно ничего себе то есть он заряжается не от micro usb но это мы конечно все обсудим в обзоре здесь еще есть отдельно от и джи кабель как всегда стандартный текластовский беленький у тиджи кабель давайте посмотрим на сам планшетик я вижу что он уже запустился он вот такой вот стильненький не сказал бы что он прям супер тонкий но в принципе неплохо здесь у нас что находится карты памяти можно втыкать симочку здесь находится один динамик здесь находится у нас камера качелька громкости включения выключения вот у нас вот здесь вот есть питание отдельно у нас питание то есть это не от micro usb и отдельно гнездо для наушников и микрофончик что у нас здесь внизу внизу ничего нет и справа края у нас тоже ничего нет ну что же давайте разблокируем экранчик у нас hd и в принципе это конечно же заметно но я вам скажу что для большинства пользователей которые хотят себе бюджетный планшет это не критично как видим картинка достаточно сочная ну вот вы посмотрите разве картинка плохая картинка очень сочная и экран хороший будет сравнение этого планшета с текласт x16 плюс который у меня был недавно на обзоре давайте эту пленочку мы уберем транспортировочно потому что все равно толку от нее нет одни пузыри на экране и в принципе мы не видим из-за нее весь экран а также не можем понять какая у нас олеофобка олеофобка здесь неплохая мне нравится приятненько приятненько конечно не космос слегка тормозится палец но я думаю что сильно не будет собирать жирность так что у нас здесь здесь смотрите какой быстрый интерфейс просто смотрите 1 1 1 вообще бомба смотрите супер уже сразу первое впечатление планшек конечно классники эти посмотрим что у нас по характеристикам зайдем настроечки так 8 ядер 1 гигабайт оперативки 2 мегапиксельная камера и 0 3 мегапикселя вот это для разговора по скайпу так android 5 1 свеженький установлен x10 3g у нас модель как кому интересно вот моделька именно для поиска прошивки м5 к 6 давайте посмотрим если у нас русский язык он должен быть потому что я конкретно покупал это устройство для русско-говорящего человека и поэтому он обязан здесь быть русский отлично сейчас посмотрим сразу насколько у нас качественный перевод элементов меню wi-fi bluetooth sim карты передачи данных смотрите он шустро работает вообще бомба но это за счет того что экранчик у нас hd не а не full hd так посмотрим по яркости экрана какой у нас запас в принципе прикольно давайте посмотрим на картинке так хороший запас по яркости смотрите средняя яркость уже приятно уже приятно а максимальная яркость я думаю на солнце будет хорошо легкий эффект зеркальности здесь конечно же есть примерно как в teclast x98 air 3 примерно такой же потому что немного утоплен экран ниже и стекло которое защитное сверху она создает такой легкий эффект так память сколько у нас свободно памяти 16 гигабайт и из них доступно 11 гигабайт неплохо так самое классно что он поддерживает карты памяти до 128 гигабайт это конечно сильно его спасает расписание включения выключения питания неплохо давайте посмотрим по батареечке чё он у нас о показывает что расходует батареи то есть нет того не косичка небольшого который был в teclast x16 плюс режим энергосбережения у есть возможность его установить на разном проценте заряда в принципе очень приятные такие первые впечатления будет конечно же как я говорил обзор этого планшета потому что планшетик довольно интересного недавно появился я думаю что многие будут рассматривать себе его к покупке ну не многие но будет категория людей которым интересен планшет ну что ж на этом все если это видео вам понравилось можете его поддержать этого можете сделать поставить палец вверх или сделать репост этого видео социальной сеть также не забудьте подписаться на канал и подписаться на группу вконтакте там бывают интересные новости из мира электроники и подписывайтесь на twitter там бывают новости из моей жизни новости о моей работе и тому подобное увидимся в следующих видео пока а а а а а а а а